Приветствую, меня зовут Сергей Герпс, я мастер спорта по боксу и тренер файт фабрики. Сегодня мы рассмотрим технику нанесения прямых ударов. Для нанесения прямых ударов большая часть свесла должна располагаться на задней ноге. Это даст возможность более эффективно толкнуться ногой от пола и придать удару импульс. Свет на задней ножке. Начнем с лево прямого. Левый прямой можно наносить как на шаге в виде классического джеба, так и на скачке в виде челнока. Левый прямой на шаге начинается с толчка задней ногой и быстрого шага вперед. С одновременным разгибанием руки. Затем уходим на заднюю ногу. Фиксация кулака на цели должна совпадать с приземлением ноги на поверхность пола. Левый прямой на скачке начинается со скачкового движения вперед на двух ногах с одновременным разгибанием руки. И уходим назад на скачке. Фиксация кулака на цели должна также совпадать с приземлением ног на поверхность пола. Таким образом цель прилетит вся наша инерция. Далее рассмотрим технику нанесения правого прямого. Правый прямой наносится как на шаге, так и на подшаге. Для нанесения правого прямого на подшаге необходимо толкнуться задней ногой и сделать быстрый шаг вперед с одновременным разворотом корпуса и разгибанием руки. И уйти на заднюю ногу. Фиксация кулака на цели должна совпадать с приземлением шагающей ноги на поверхность пола. Правый прямой на подшаге также начинается толчка задней ноги задней ногой и быстрого приставления задней ноги к передней. С одновременным разворотом корпуса, переносом веса, в конечной фазе разгибается рука. И уходим на заднюю ногу. Фиксация кулака на цели должна совпадать с приставлением задней ноги к передней. Толчок задней ногой служит для того, чтобы задать телу поворотное движение и перенести вес вперед. Таким образом мы поймаем максимальную массу и инерцию в конечной точке. Для того, чтобы догнать отступающего соперника, прямые удары наносят попеременно левой-правой на каждый шаг разноименной ноги в виде прохода на ногах. Если соперник идет на нас, то удары наносятся навстречу в движении назад. При работе на средней дистанции прямые акцентированные удары наносятся на подшаг одноименной ноге. Необходимо подсесть на ногах. То есть на ножках подсели и на подшаг. Соответственно соперник отходит, идем на соперника, соперник идет на нас, идем от соперника. Прямые удары эффективны на дальней и средней дистанции. Прямые удары незаметны для соперника, так как они летят по короткой траектории без замах. К тому же прямые удары довольно-таки сильные. Продолжение следует...